здравствуйте дорогие друзья с вами галина сегодня 26 декабря я приглашаю вас прогуляться по шленскому парку который находится в польше этот парк самый большой в европе он занимает площадь 620 гектар это два раза больше чем центр парк нью-йорке этот парк разделен на несколько частей здесь находится и большой стадион и зоопарк и парк динозавров и японский сад и еще очень много много всего интересного а также большой парк аттракционов но наша цель сегодня дойти до планетария в этом парке есть и планетарий эта территория поразила мое воображение так как я очень люблю растения я обращала внимание на то как озелено территория возле планетария ну а по дороге мы встретили вот эту веселую задорную белочку которая белочек в этом парке очень много а и и и Продолжение следует... В парке очень много красивых растений. И растения очень красивые и необычные. И, конечно, я обращала на них своё пристальное внимание. Здесь очень много хвойных растений, а также много рододендронов, которые цветут весной. И, конечно, бы очень хотелось попасть в этот парк в весеннее время. А также в этом парке очень-очень много различных озёр. И сделано очень много зон отдыха для людей. А вот вы сейчас можете видеть, какие лежаки сделаны напротив озёр, где можно присесть и уютно отдохнуть. Мы были зимой в декабре. Перед этим стояли большие морозы. Поэтому озёра были покрыты льдом. Но сейчас они начали подтаивать. И поэтому они такого необычного вида. То есть там лёда сверху, получается водичка. Всё очень красиво озеленено. Много различных мостиков и зон отдыха. Парк просто очень огромная территория. Здесь гуляет очень много людей. Очень много людей гуляет с собачками. Сегодня как раз получается в Польше выходной день 25 и 26 декабря Рождество Христово. Вот тоже растение, которое мне очень понравилось. С длинными, поникающими ветками. Я здесь встретила очень много интересных растений. Здесь был такой участок, где много различных ив. Из ив можно создать прямо большие участки в садах. Потому что ив очень большое разнообразие. А также в парке очень много мест. Я не знаю, наверное, для каких-то общественных мероприятий. Очень много дорожек с различным мощением. Вот здесь, если посмотреть, смотрите, очень много мест для того, чтобы сидели люди. Видимо, здесь проходят какие-то мероприятия. Просто огромная-огромная площадь. И вот такие какие-то ротонды и беседочки. Очень много таких в этом парке. И много скульптур. В парк мы приехали на трамваи. То есть мы ехали от города Хожев. И там практически сразу, выезжая из города, начинаются остановки этого парка. Например, остановка Стадион Шленский. Потом остановка, ну там есть зоологический сад. Остановка Веселоместечко, где находится парк аттракционов. То есть парк очень большой, поэтому очень удобно к нему подъезжать на трамваи. От остановки трамвая мы всё время поднимались вверх. То есть, получается, мы поднимались вверх по лестничкам, по таким каким-то пригоркам. Потому что здесь такая холмистая местность. И вот, наконец, мы нашли планетарий. Он находится на возвышенности. И для того, чтобы к нему подняться, тут нужно подняться при пролёте по 13 лестниц. По 13 ступенек. То есть, получается, всего 39 ступенек. Очень красиво всё оформлено зелёными растениями. Вот эти на склонах посажены горные сосны и какие-то другие растения. И сделан капельный полив для того, чтобы растения хорошо приживались. Ну, вот если так смотреть, вроде бы одно здание. Но когда мы обошли, там ещё несколько зданий с куполами. И возле планетария стоит памятник. Но он не подписан. Но я думаю, что это Коперник. Польский учёный и астроном, который написал свой труд о движении небесных тел. Это учёный 15-16 века. Нам, конечно, очень хотелось попасть в сам планетарий. Но он был закрыт. Очевидно, в связи с праздничными днями. Хотя написано, что он работает каждый день и в выходные, и в праздничные дни. Но, к сожалению, он был закрыт. Поэтому мы погуляли по территории вокруг планетария. Территория вокруг планетария очень здорово озеленена. Есть и растения, которые растут в ёмкостях. Но и много растений посажено в открытом грунте. Я думаю, летом здесь красота должна быть необыкновенная. Вот, видите, кусты с бордовыми ветками. Я думаю, что это дёрен. Ну, конечно, я могу и ошибаться. Вот тут посажены различные злаковые растения. Пенисетумы, туи и можжевельники. А также вокруг планетария много каких-то площадочек, на которых расположены неизвестные мне предметы. А вот эти купола, если под них забраться, можно увидеть имитацию созвездий. В куполах сделаны отверстия в виде созвездий, которые находятся на небе. Ну, это такая как бы имитация. Очень интересно, конечно. Очевидно, всё это работает в летнее время. Здесь сейчас не все экспонаты находятся в рабочем состоянии. Очевидно, на зиму их отсюда убирают. Гуляли мы по парку более трёх часов. Правда, погода была неважная, но тем не менее, нам повезло. В конце нашей прогулки уже пошёл дождь. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Поздравляю вас с Рождеством Христовым. Желаю мира, добра, радости, благополучия, всего-всего самого наилучшего вам и вашим родным и близким. До свидания. До новых встреч. Спасибо, что вы со мной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова